доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и вновь сегодня я столкнулся с тем что пришла заявка на поставку определенных методик обратите внимание это областная психиатрическая клиническая больница города тюмени замечательно значит тюменская область и так далее в общем это тюмень областная психиатрическая больница давайте посмотрим что хотят коллеги приобрести для своей работы чем все тут заявка заявка тут такая флешечка да здорово то есть я предполагаю что где-то эта информация была коллегами взята передана специалисту по закупочной деятельности и психиатрия приступила к процедуре приобретения этих методик нас рассматривают возможно в качестве контрагентов что надо обязательно в торгах поучаствовать нескольким контрагентом но одним словом вот у нас есть конкуренты замечательно здорово по всей видимости вставляется флешка я так понимаю и соответственно они реализованы какие-то программные продукты понятно что полностью забываются патопсихологические методики давайте посмотрим первую методику что они хотят приобрести здорово замечательно мы видим с вами mmpi в варианте mill по всей видимости поскольку здесь указано 377 утверждений то есть варианте березина и очень надеюсь что разработчики именно этот вариант запрограммировали и предлагают продажи начиная с подросткового возраста время проведения 40 60 минут наверно так оно и есть на компьютерной версии такой программы хорошо здорово значит все нормально никаких возражений нет область применения психиатрия психотерапия психогигиена профессиональный отбор и профориентация хорошо mmpi дай бог березинский судя по количеству повторюсь опять же не заданий кто-то отписал этот документ изначально из разработчиков не психолог в ммпи нет заданий там есть не вопросы а утверждение но это так к слову то есть кто-то из разрыва что-то тут уже настораживает заданий нет в ммпи есть утверждение хорошо смотрим дальше методик белла это методика не адаптирована для российской популяции свое время мы задумывались ее программирование ей пользоваться нельзя нормативов нет адаптации нет никто никогда по серьезному ей не занимался смотрим дальше наблюдаем следующее восьми цветовой тест клюшера у меня есть наверное пять шесть видео на канале в которых я с разной степенью эмоциональности рассказываю доказываю очень обстоятельно в некоторых видео подробно подробнейшим образом о том что этой методикой в диагностике пользоваться нельзя ей можно только поиграться для молодых студенточек психологинь молодых разложить эти восемь карточек или 64 если повезет купить где-то и заказать ее можно но только за границей очень своеобразный стимулируематериал адаптации этой методики в российской федерации никто по серьезному не занимался существует наверное около 20-30 вариантов различных интерпретаций этой методики в общем кто в лес кто под рова наверно правильно это пословица может быть применена к этой методике трактуют ее по-разному стимулируематериал вызывает всяческие сомнения особенно в россии и соответственно пользоваться этой методикой нельзя но если кого-то заинтересует это крайне животрепещущая тема для отечественных психологов может обратиться к моим предыдущим видео я повторюсь их штук пять или шесть крайне крайне разочаровывающих меня по крайней мере и сама методика меня разочаровывает методикой люшера пользоваться нельзя в российской популяции вода вообще нельзя пользоваться это просто игрушка 8 карточек разных цветов это игрушка и пользоваться нельзя идем дальше хорошо тут как бы идет по нарастающей бреда бреда все больше возвращусь к беллу да то есть не адаптированный методик это вообще полная г извиняюсь за выражение стандартная прогрессивная матрица равена взрослый вариант во первых такой характеристики психологии повторюсь это еще нас должно насторожить то есть разработчики вот это продуктивной способности такой такого термина такого слова слова сочетания такого нету то есть матрицы равена они исследуют один из двух из двух сторон интеллекта да iq то есть вербальный интеллект есть невербальный интеллект так вот Невербальный интеллект исследует эти как раз матрицы Равена Абсолютно работоспособная методика И это небольшая оговорочка Для взрослых Взрослой методикой матрицы Равена Да, ей занимались Занимались серьезно Ее адаптировали для российской популяции А что мы видим дальше? Дальше мы видим цветные прогрессивные матрицы Равена Цветными прогрессивными матрицами Равена Может быть только детский вариант этой методики Соответственно детским вариантом методики Прогрессивные матрицы Равена В российской популяции В Российской Федерации Никто никогда не занимался Вот взрослые стандартные прогрессивные матрицы Равена Имеют право на существование А детские прогрессивные матрицы Равена Не имеют права на существование И это надо понимать Ну вот наши коллеги из Тюменской области Из города Тюмени Хотят ей пользоваться Разработчики предлагают им такую возможность Опять же Если флешка нарисована Значит Значит какой-то Да, кстати Еще один момент по тесту Люшера Компьютеризировать Если это флешка Если это программное обеспечение Выбор каких-то цветов С экрана монитора Полностью неправомочно Мониторы искажают Возьмите любой монитор современный Попереключайте там Актив режим Стандарт режим И какой режим вы будете применять Карточкам 64 карточкам Методики Люшера Запамятовал сказать об этом Но очень хотел Ну возвращаясь к матрицам Равена Взрослые, да, правомочно Стандартные Прогрессивные Взрослые матрицы Равена Детские Неправомочно Адаптации в Российской Федерации Не проводилось Иматон Ему доверять нельзя Абсолютно Я как-нибудь обязательно Более подробно Еще раз остановлюсь На тесты Векслера Который выпускает Иматон Пользоваться Векслеровским вариантом Нельзя Дурацкий перевод Полностью Какой-то вообще Непонятный Ошибки в расчетах Ошибки в Нормативных таблицах Ошибка на ошибке Их там Ну штук 20-30 Причем Критических Существенных В нашем варианте Теста Векслера Таких ошибок нет Переходим дальше Замечательная методика ПДО Патохарктерологический Диагностический Опросник Пользоваться И можно И нужно Замечательно Принимается Хорошо Значит Опросник Ой Эта методика Никогда Никем Вообще Не была Адаптирован До конца Ее не довели До конца Пользоваться ей нельзя Значит, диссоциативная шкала Это некая выборка из методики MMPI Кто-то ее когда-то придумал, запустил в мир Пользоваться этой методикой нельзя, ни в коем случае Это обрезанный деструктивный вариант методики MMPI Основанный на варианте 377 утверждений Таких вариантов, вот так же как методика депрессии Бека Так же как и этой методикой диссоциации Шкала диссоциации И методика Бека Вот знаете, методика Бека удивительно Ей хорошо и вплотную занимались И вот ей пользоваться можно А вот шкалой диссоциативных расстройств Ей пользоваться нельзя Ее когда-то просто сформировали Выдернули отдельное утверждение из теста MMPI И запустили в жизнь Ну вот кто-то ей видимо пользуется Даже запрограммировали и предлагают приобретению Вот шкалой диссоциации Созданной на основе MMPI пользоваться нельзя А Бека, ну надо смотреть конкретно что и как он считает У нас тоже есть эта шкала Бека Мы ее хотели запрограммировать Но она настолько простая и элементарная Что она коротенькая, то есть небольшая И ей лучше пользоваться в оценке динамики состояния пациентов С диссоциативными расстройствами То есть если это пациент более-менее вышел из психоза Он более-менее сохранен Можно проводить мониторинг вплоть до ежедневного То есть давать пациенту, если он вменяем, он самокритичен Можно медицинскому психологу предлагать хотя бы Ну наверное каждый день не стоит этого делать Но через 2-3 дня предлагать адекватному пациенту оценить себя по этому состоянию По этой шкале, то есть утречком он заходит Но это все равно как температуру меряют в отделении Знаете, вот стационируется человек в терапевтическое отделение Ну и там у них по стандарту медсестрам требуется проведение определенных процедур Утром обязательно померить температуру, померить давление у пациентов Пробежаться по палатам и так далее Так вот так вот медицинский психолог может поступать с этой работающей шкалой БЭКа Более-менее хорошо адаптированной для российской популяции В отличии от шкалы диссоциации Основанной тоже на методике ММПИ Ну собственно и БЭКа тоже она в основе своей содержит методику ММПИ Тест сонди 10 пункт То что хотят у нас приобрести коллеги из Тумени Я уже говорил об этом в своих предыдущих видео Очень специализированная, очень узкая, работающая, работающая, хотел сказать, шкала тест Очень сложная, этой методикой надо жить На мой взгляд ей можно пользоваться, но она мало подходит для каких-то поточных исследований Когда вы работаете в отделении или на приеме уж тем более она не подойдет Слишком много времени, ей надо, повторюсь, жить То есть ей надо существовать психологу То есть вот прямо погрузиться в нее досконально Нарабатывать опыт, может быть год, два и так далее Потом что-то начнет получаться Но взять ее и начать работать на приеме Когда к вам приходит на водительскую комиссию или на комиссию на оружие И начинать что-то пытаться с этой шкалой делать по отношению к этим людям Наверное это неправомочно В отделении можно еще при наличии времени провели там экспериментальное психологическое исследование Провели классификацию, исключение предметов и так далее Можете, ну не скажу побаловаться, но тем не менее ей надо жить Это для одного-двух уникальных людей, которые просто погружаются в это все Конечно классификация, исключение предметов Это, вот эта методика ничто по сравнению с классификацией, исключением предметов Предположим, поза игарник или методика ММПИ Она ничто Она качественная и количественная одновременно Но она требует определенного погружения в нее Наработки длительного опыта И без гарантии того, что даже проработав ей год, два, три Можно с ней не караться, оценивая кого-то из своих пациентов А надо давать себе отчет, что не навреди Ты пишешь заключение по ЭПИ, уважаемый коллега Будь добр, возьми классификацию и напиши точное ли исключение предметов Или еще какую-то патопсихологическую методику И не карайся в оценке, проведи 10-12 методик патопсихологических А уж потом, если тебе так заблагорассудится И у тебя есть желание, возьми тест сонди и попытайся с помощью него что-то выявить Рискованно относиться к этой методике как к некой панацеи Выделяя с помощью нее какие-то симптомы, синдромы На уровне медицинской клинической патопсихологии Рискованно, все-таки это очень такая шкала Простите, что-то меня заклинило на шкале Все-таки эта методика, тест сонди Он очень рискован для мониторинга и постоянной с ней работы Можно караться, ошибиться очень легко Вот такое мое мнение по той заявке, которую нам прислали из города Тюмени Я понимаю и в предыдущем видео, там по приказу 52 Вы можете посмотреть с чем это связано У нас просто идет огромный поток запроса И соответственно мы предлагаем как-то скорректировать опять же эту заявку Посмотреть наши прескуранты На главной странице они находятся в документах И соответственно немножко подумать Далее, два листочка прислали Вот первый то, что я вам сейчас показал И второй листочек, я вообще не знаю что это такое Значит создан на Вот это вот круто Вообще так вообще выглядит ВБ, МАП, ВБ, МАП Это инструмент оценки Наверное я что-то уже не понимаю в этой жизни Да, у меня уже возраст Я возможно отстаю в каких-то компьютерных технологиях Еще что-то, хотя у нас лаборатория забита Всякими компьютерами Там я не знаю, принтерами, маршрутизаторами Там облегчателями работы И мы сами создаем программы Я что-то возможно не понимаю в компьютерных технологиях Меньше за ними слежу Вот, но в области психологии Вот это меня всегда пугает Вот я посмотрел, забил в интернете Посмотрел, то есть некий дидактический материал ПЕСК звучит вообще круто То есть главный врач приобретет для своих психологов Дидактический материал ПЕСК Что это, как этим работать С чем это едят Это отдельная история Наверняка это для очень узких специалистов Предполагаю, что возможно Судя по тому, что это требуется Тут какие-то карточки Это возрастная какая-то методика Возраст 3-6 лет От 3-6 лет Это работа с детьми Господи, возьмите проверенную 100% уверенную в себе методику Классификация предметов Исключение предметов Детский вариант У нас при искуранте цен Их расписано несколько вариантов И работайте ими спокойно Никому ничего не надо доказывать Если организаторы от медицины Заведующие меня смотрят То есть вот Вот все это ПЕСК Вот эти, да Не стоит выеденного яйца По сравнению с детским вариантом Допустим, они дифференцированы Там по возрасту Опять же, да От какого-то 3-6 лет Но это сейчас уже по памяти Просто не помню Их там штук 5 или 6 Классификации Исключение предметов И так далее И так далее И так далее Вот, собственно, о чем я хотел сказать Даже указано Как все это изготовлено Фотобумага Заламинирована В общем, какая-то новая придумка Что за ПЕСК Какие животные Какие птицы Честно говоря, признаюсь Не видел Не знаю Критикую Сам себя Значит, ругаю За то, что критикую Наверное, хорошая штука Но, тем не менее Я точно знаю Что пользоваться можно Проверенными методиками Российскими методиками Адаптированными Для российской популяции Повторюсь еще раз И не устану об этом говорить Возьмите детскую Исключение предметов Или детскую Классификацию предметов И работайте ей Уверенно, спокойно Четко диагностируя Детишек любых возрастов А вот этот ПЕСК Мне ни о чем не говорит И может быть Еще лет 50 Ничего мне не скажет И вот эти все вещи Очень-очень-очень Это вызывает Какие-то сомнения Но, тем не менее Вот Психологи Психологи медицинские Видят все это Да, классно Это все Как бы выявляется Причем Вы знаете Когда я начал Вот это все читать Ясно, что это скопировано Откуда-то Из интернета Обратите внимание Такое Открою вам секрет Да, вот такие кавычки Это интернетовские кавычки Откуда-то Капернули Из интернета С какой-то страницы Веб-сайта И, соответственно Изначально Для меня Это был просто Набор слов Лиц С задержкой В развитии речи Есть такие лица Речь Она с чем связана Не с мышлением Аутизмом Ну, то есть Тут намешано Вообще Всего-всего-всего-всего Честно говоря Я сразу Не въехал О чем тут идет речь Честно говоря Ну и видимо Тут еще какая-то Компьютерная штука Логопедическая программа Игры для тигры Звучит классно Откройте и забейте В интернете По словосочетанию Психологические тесты И вам выдастся Какой-нибудь сайт В первых строках поиска Там будет тысячу тестов В реальном смысле Тысячу И первым из них Будет какой вы любовник Ну вот это вот Что-то мне из этой роли Из этой вот Картины Напоминает Игры для тигры Ну, наверное Какая-то Обучающая Или диагностирующая Программа Для детей Плюс ко всему Еще учебно-методическое Пособие Надо очень осторожно Относиться к психологии И к психике Человека И не допускать В своей работе Игр для тигр Мы люди На этом все Благодарю вас за внимание И удачи вам